Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, рекомендуем это сделать, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет про несколько неформатный для нашего канала автомобиль. Не секрет, что до недавнего времени в западной части нашей страны достаточно хорошее распространение получили автомобили немецкой марки Volkswagen. В основном, конечно, это касалось бюджетных локализованных моделей наподобие Polo, либо же старших по рангу, таких как Volkswagen Passat или, например, внедорожников Touareg. Если машин предыдущего поколения на вторичном рынке достаточно, то вот про последнее актуальное поколение этих автомобилей информации не так уж и много. Вдобавок к этому, в последнее время участились вопросы касаемо ввозимых из Соединенных Штатов автомобилей. В нашем сегодняшнем обзоре мы решили эти две темы немножко совместить, так что сегодня поговорим про седьмое актуальное поколение джеты на примере автомобиля для заокеанского рынка. Volkswagen Jetta седьмого поколения дебютировала в 2018 году. Будучи построенной на глобальной платформе MQB A1, эта машина предназначалась прежде всего для рынка Соединенных Штатов Америки, на котором она продолжает предлагаться и по сей день, пройдя через рестайлинг в 2021 году. На российском рынке срок жизни этой модели оказался меньше. Компания Volkswagen вывела эту модель из продаж в 2022 году в связи с не очень хорошим спросом, что, собственно говоря, и объяснимо. Более крупная и, соответственно, более дорогая Jetta не могла, в принципе, конкурировать на нашем рынке с таким бестселлером, как, например, Volkswagen Polo. Срок жизни этой модели на российском рынке оказался короче, чем на родном американском. Последние автомобили исчезли из продажи в 2022 году и, соответственно, не имели рестайлинговой версии. На родной для Volkswagen европейский рынок эта модель, кстати говоря, вообще не поставлялась. И для Европы линейка Jetta закончилась на предыдущем поколении машин. Что касается выбора двигателей, коробок передач и типов кузова, то здесь все было достаточно однозначно. Эти машины могли быть только с передним приводом и только в кузове типа седан. На российский рынок машины поставлялись с одним из двух вариантов бензиновых двигателей. Либо наддувный 1,4 литра на 150 лошадиных сил, либо атмосферник на 1,6 литра рабочего объема. При этом турбированные версии шли только с автоматической коробкой передач, причем в данном случае это классический автомат. Ну а версии 1,6 могли иметь как автоматическую, так и механическую трансмиссию. На американском же рынке эта машина не имела версии с атмосферным мотором 1,6. Здесь были только турбированные двигатели. Либо 1,4 на 147 лошадиных сил, который мог сочетаться либо с автоматом классической конструкции, либо с механикой. И заряженная версия, под капотом которой располагался двухлитровый турбомотор на 228 лошадиных сил. А в паре с ним работала либо механика, либо семиступенчатая роботизированная коробка. Джетто нового поколения получилась уже отнюдь не маленькой машиной. Габаритные размеры этого седана. Длина 4 метра 70 сантиметров. Ширина 1,79 метра, а высота 1,43 метра. При этом колесная база автомобиля 2 метра 68 сантиметров. Все это в совокупности едва ли позволит отнести данный автомобиль к классу компактных седанов, к которому бесспорно относились первые поколения модели. В том же, что касается качества и толщины лакокрасочного покрытия, по этим автомобилям ситуация выглядит следующим образом. Если мы ведем речь про машины для заокеанского рынка, то имейте в виду, что в данном случае Volkswagen могут быть окрашены толще, чем мы привыкли видеть это на европейских, например, или японских машинах. Толщина лакокрасочного покрытия на вагах для заокеанского рынка может достигать с завода порядка 200 микрон. Особенно, если речь идет про сложные цвета. При осмотре подобного автомобиля не поленитесь прозвонить толщиномерам абсолютно все кузовные элементы, включая проемы, и затем сопоставьте полученные цифры. Если вся машина будет демонстрировать утолщенный окрас, скажем, от 170 до 200 микрон, и этот разброс в 30-40 микрон будет идентичным по всем кузовным элементам автомобиля, вы имеете дело с заводской краской. Правда, в этом случае проемы кузова тоже будут окрашены примерно вдвое толще привычных значений. Что касается коррозии. Если предыдущее, пятое и шестое поколения Jetty еще могли иметь какие-то вопросы по этой части, то машины седьмой генерации пока еще банально слишком свежие, чтобы демонстрировать какие-либо явные очаги коррозии. Но в любом случае, особенно если вы смотрите машину из США, обязательно осмотрите кузов внимательно. Если не на предмет ржавчины, то хотя бы на предмет отсутствия следов восстановления после глобальных ДТП. Ну а теперь поговорим про линейку агрегатов под капотом Jetty. И в данном случае речь пойдет всего про три мотора. Первый и, возможно, самый распространенный агрегат это двигатель объемом 1,4 литра на 150 лошадиных сил и 250 ньютон-метров крутящего момента. Его маркировка ЦЗДА. Этот мотор относится к новому семейству ЕА-211. Конструктивно он представляет собой рядную четверку с алюминиевым блоком цилиндров. Здесь два верхних распредвала, присутствуют фазовращатели, есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, непосредственный впрыск топлива с ТНВД и ременной привод газораспределительного механизма. Кстати, этот ремень требует ревизии где-то раз в 60 тысяч километров пробега. При обрыве ремня ГРМ клапана, кстати говоря, гнет, поэтому до такой ситуации лучше не доводить. Если говорить про какие-то характерные для данного двигателя проблемы, то на первом месте будет, конечно, значиться расход масла на угар. Причиной которому в данном случае является залегание маслосъемных колец. Что происходит? Либо вследствие использования некачественного масла и длительных интервалов его замены, либо предшествующего перегрева силовой установки. Так что при выборе подобного автомобиля на дымность, как минимум, автомобиль стоит проверить в обязательном порядке. Второй момент, относительно часто встречающийся на данных силовых установках, это выход из строя актуатора Вестгейта турбины, который впоследствии приводит и к выходу из строя турбины в целом. Ну и третий момент, это конструктивно сложная помпа. То есть выполнена она в пластиковом корпусе, и с ней же в сборе идут два термостата. Так что в случае, если что-то из этого потребует замены, поменять узел по отдельности у вас не получится. Придется покупать всю недешевую помпу в сборе. Основная проблема, связанная с помпой в данном случае, это теча антифриза, либо вследствие появления трещины на самом пластиковом корпусе, либо вследствие необходимости замены прокладки. Кроме того, по меркам ременных ДВС, этот мотор достаточно шумный при работе, имейте в виду. И в любом случае, покупку подобного автомобиля крайне желательно осуществлять после диагностики двигателя в профильном сервисе. Но если говорить про плюсы данной силовой установки, то это относительно небольшой объем заливаемого сюда масла, порядка 3,8 литра, а также весьма скромный расход топлива при хорошем крутящем моменте и достаточной мощности. Из плюсов также можно отметить и тот факт, что в целом проблемы с поршневой группой, например, с разрушением поршней, как это встречалось на двигателях самых первых серий семейства ЕА111, либо на моторах от других производителей, к примеру, А14Н ЕТ от Опеля, здесь нет. Второй двигатель, который вы не найдете на заокеанских машинах, поставлялся он только на рынок Российской Федерации, это мотор объемом 1,6 литра. Его маркировка CWVA. Этот двигатель также рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров, гидрокомпенсаторами, фазовращателем и ременным приводом газораспределительного механизма. Этот двигатель можно обнаружить, например, под капотом рестайлинговых пола. Этот мотор имеет интегрированный в головку блока цилиндров выпускной коллектор. Двигатель очень быстро прогревается, и такие автомобили отличаются очень и очень хорошим салоном-отопителем. Впрыск топлива у атмосферника самый обычный распределенный, никаких ТНВД и форсунок высокого давления на них нет. Правда, и мощностные показатели весьма скромные, всего 110 лошадиных сил. Что для достаточно нелегкой джеты по сравнению с более компактным полом может уже оказаться не вполне достаточно. Кстати, интервал проверки ремня ГРМ на атмосфернике все тот же, 60 тысяч километров, хотя по регламенту замена ремня производится раз в 120 тысяч. На двигателях CWVA также используется та же самая помпа с двумя термостатами, выполненная с ними в одном едином узле. И вопросы те же самые. Нарушение герметичности корпуса и прокладка. Основной претензией к этим моторам также является расход масла на угар, который также точно связан здесь непосредственно с поршневыми кольцами. Встречался на этих моторах и дефект сборки связанный с неправильной установкой компрессионных колец. Как правило, замена колец позволяет убрать масложор на данных моторах до отметки где-то 500 грамм на 5000 километров пробега, что условно считается нормой. Так что, равно как и в случае с турбомотором 1.4, покупая джету с атмосферным 1.6, не поленитесь как минимум разгазовать автомобиль и проверить двигатель на дымность, на предмет наличия следов сгоревшего масла в выхлопе. Топовым же двигателем под капотом джеты для американского рынка был двухлитровый агрегат, который носит не особо удобо выговариваемый индекс CHHA. Двигатель выдавал 228 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента. Рядная четверка с турбонаддувом, скомбинированным впрыском топлива и цепным приводом газораспределительного механизма. Если вам попалась такая машина, которую вы всерьез рассматриваете к покупке, то имейте в виду, что данные двухлитровые моторы имеют также несколько моментов, на которые нужно обращать самое пристальное внимание. С предыдущими малообъемными движками этот мотор роднит возможный вопрос по насосу системы охлаждения, по помпе, которую также нужно проверять на течи. Периодической адаптации на них требует также и регулятор давления наддула. К большому пробегу вполне возможно придется фазорегуляторы и цепь менять, поскольку на данных моторах к разряду вечных они никак не относятся. Ну и последнее, пожалуй, самое неприятное. Именно двухлитровый двигатель на данных моделях имеет маслонасос переменной производительности. А как показывает практика, если подобный маслонасос на двигателе установлен, то всегда есть шанс, что рано или поздно этот узел может остаться в режиме малой производительности при больших оборотах мотора, что приведет к падению давления в системе смазки и, как следствие, провороту вкладышей. Джетты с двухлитровым двигателем разгоняются до 100 км в час за 6,8 секунды. И хорошая динамика подобных моделей предопределяет их более агрессивную эксплуатацию. Поэтому, если вы все же серьезно задумываетесь над покупкой спортивной модификации Джетты, особенно из-за океана, не лишний будет уделить диагностике подобного автомобиля самое пристальное внимание. Что касается коробок передач, то с обычными гражданскими двигателями объемом 1,4 и 1,6 эти машины могли комплектоваться как классическими автоматами, так и механикой. Классический автомат в данном случае был представлен в двух разновидностях. Это коробка, которая носит наименование АКЮ-250 и АКЮ-160. При этом вторая является более слабой версией первой и предназначена для работы с двигателями с небольшим крутящим моментом. Не сказать, что АКЮ-250 это та шестиступка, которая стоит на турбовых джеттах и имеет огромный запас по прочности. Трансмиссия рассчитана на порядка 260 ньютонометров, а двигатель 1,4 в стоковой прошивке выдает 250. Но при всем при этом ресурс данного автомата весьма немаленький. Коробка способна отработать за 250 тысяч километров пробега при условии регулярной замены масла раз в 60. Автомат этот крайне надежный, но не любит пробуксовок, перегрева и ударных нагрузок. Интересен и следующий момент. Если мы посмотрим на передаточные числа данного шестиступенчатого автомата, то обнаружим для себя непривычно высокие значения, то есть непривычно короткие тяговые первые передачи. Передаточное число первой скорости на джете это 4,4, а второй 2,5. При этом у высшей шестой передачи передаточное число всего 0,6. Все это в совокупности позволяет данному автомобилю не чувствовать себя обделенным ни как в плане динамики при старте с места, ни в плане топливной экономичности при трассовой езде с постоянной скоростью на дальнее расстояние. Механическая трансмиссия в данном случае это пятиступенчатая коробка MQ200. Данный агрегат очень старинный по своей конструкции. Корнями он уходит в далекий 1996 год и ставилась эта коробка на просто огромное количество автомобилей, выпускаемых в разное время концерном Volkswagen. Трансмиссия на самом деле достаточно надежная, но также не для спортивного стиля вождения. Особо ретивые водители исхитрялись к небольшим пробегам порядка 50-60 тысяч подубить синхронизатора, поэтому при осмотре джеты на механике в обязательном порядке на тест-драйве убедитесь, что все передачи включаются четко, без хруста и затруднений. Условно слабым местом на этой коробке также считаются подшипники дифференциала, поэтому при тест-драйве особое внимание на бесшумность работы узла. Ну и при осмотре подобного автомобиля снизу обязательно посмотрите, чтобы коробка не подтекала маслом по сальникам приводов. Подобное с механическими трансмиссиями на джетах тоже бывает. Ну и последняя, самая современная трансмиссия из тех, которые устанавливались на эти машины, причем только на американские двухлитровые спортивные версии, это робот с двумя сцеплениями DSG. Маркировка коробки DQ381. Эта трансмиссия рассчитана на то, чтобы переваривать достаточно большой крутящий момент 450 ньютон-метров, при том, что стоковый мотор 2 литра на джете выдает всего 350. Передача этой коробки 7, а сцепление, кстати говоря, мокрое, что предопределяет очень большой по меркам роботизированных коробок ресурс. Эти трансмиссии выхаживают порядка 300 тысяч километров, после чего вполне может потребоваться естественно обслуживание в виде замены сцепления либо блока мехатроника. Но опять же, по меркам DSG это едва ли не одна из самых долгоиграющих коробок. Замена масла в трансмиссии должна производиться не реже, чем раз в 60 тысяч километров. И к грязному маслу роботизированной КПП также чувствительно. Если вам посчастливилось обнаружить подобную двухлитровую машину на DSG, на тест-драйве обратите внимание на то, чтобы коробка работала плавно, поскольку пинок при переключении с первой на вторую передачу на этих трансмиссиях считается все же за дефект, а не за особенность. И далеко не всегда перепрошивка, то есть обновление программы управления коробкой помогут. Ну а теперь давайте посмотрим, что представляет собой Jetta 7-го поколения снизу. Первое, на что обращаешь внимание, глядя на автомобиль по нижней части, это огромное количество пластиковых защитных экранов, которыми здесь закрыто практически все днище машины. Что касается дорожного просвета, то самая низкая точка в данном случае это как раз та самая защита, прикрывающая поддон двигателя и коробки передач. От нее до земли где-то порядка 16 сантиметров, что очень даже неплохо, поскольку передний бампер и его нижний край и пороги находятся гораздо выше этой отметки. По части дорожного просвета 7-я Jetta это далеко не низкий автомобиль, клиренса которого будет достаточно для большинства ситуаций, во крайней мере в городе. Что касается передней подвески, у любой Jetta 7-й генерации передняя подвеска будет типа Макферсон. Передние рычаги в данном случае достаточно массивные, а нижние шаровые сделаны съемными. Их можно поменять отдельно, не меняя рычаг в сборе. Очень хорошее решение. Правда, свою ложку дегтя в эту бочку с медом компания Volkswagen все же забросила. Для замены, например, втулок переднего стабилизатора в данном случае придется безальтернативно демонтировать передний подрамник, поскольку по-другому вы к ним вряд ли подберетесь. Рулевая рейка на Jetta 7-й генерации полностью электрическая, соответственно, никаких вопросов по протечкам шлангов системы ГУР не будет в связи с их отсутствием. Что касается задней подвески, то здесь будут различия в зависимости от модификации автомобиля. Если речь идет про российские Jetta с моторами 1.4 и 1.6, либо, как в нашем случае, про американские с младшим по объему двигателем, то сзади у нас будет использоваться самая обычная балка, подобно тому, как это происходит на Королле или, например, Солярисах. Соответственно, кроме больших сайлентблоков, балки и втулок амортизатора, по сути дела, в задней подвеске больше ничего нет. Если же речь идет про двухлитровую версию на 228 лошадиных сил, то у таких автомобилей сзади будет уже использоваться схема на рычагах. И там внимания к задней подвеске может понадобиться больше. Естественно, со временем. Топливный бак у этих автомобилей имеет объем 55 литров, сделан он из пластика и также пластиковая является заливная горловина бензобак. Соответственно, никаких проблем по части коррозии этих компонентов в принципе быть не может. Кстати говоря, о ржавчине в целом. Как и на Volkswagen Passat CC в одном из предыдущих выпусков по данному автомобилю можно отметить практически полное отсутствие какой бы то ни было коррозии и даже намеков на нее на самом кузове. На элементах подвески на той же балке да, есть ржавчина, но это черный металл и опять же само количество этой самой ржавчины отнюдь не запредельное. В общем и в целом выводы по седьмой Jetty как по модели будут следующие. Пожалуй, основным моментом по этим машинам, на которые стоит обращать внимание при выборе будет двигатель. Свой выбор, конечно, лучше остановить на наиболее распространенном, пожалуй, агрегате объемом 1,4 литра на 150 лошадей, как на некой золотой середине между динамикой, расходом топлива и, как ни странно, надежностью. Второе поколение этих двигателей, относящихся к современному семейству моделями из линейки ВАГ-группы будет наличие здесь классической автоматической коробки передач с хорошим ресурсом. Да и по части подвески эта машина не огорошит какими-либо внезапными дорогостоящими ремонтами в связи с тем, что на большинстве подобных машин на рынке подвеска будет простейшей по конструкции, а на американцах еще и позаокеански комфортной. Ну и, пожалуй, самое ключевое преимущество моделей Volkswagen перед некоторыми конкурентами это сопротивляемость их кузовов ржавчины. Так что, если вам нужен комфортный большой седан с неплохим оснащением, вы вполне можете обратить внимание на эту машину. На этом наш обзор подошел к концу. Кстати, если у вас была или есть Volkswagen Jetta седьмой генерации, на которой вы проехали достаточно много и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, обязательно напишите это в комментариях, ведь людям, которые думают о покупке подобного авто, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Ну, а если вас заинтересовал именно этот автомобиль, который был сегодня на нашем подъемнике, есть очень приличный шанс, что к моменту выхода этого видео машина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию по конкретной машине вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под видеороликом. Спасибо, что смотрели и до новых встреч на канале. Пока!